давайте что-нибудь обсудим вот вы с украины нет я с россии а с какого города дверь понятно под москвой до вас просто значок стоит украина не обращайте внимание хорошо ну у меня значок наверно стоит беларусь я с минска у вас россия странно но я с минска как у вас там обстановка в минске все все прекрасно все тихо мирно спокойно вот все с подругой собираюсь к вам гость приехал посмотреть беларуси в общем мест в частности вы очень вы очень приятно удивитесь я я просто был в твери я знаю про чего я говорю и не то что я хочу сказать здесь лучше или хуже но вы удивитесь нашей чистота корицы но чисто чистота в минске обалденная наверное самый чистый город вообще в европе но и вообще обстановка она такая очень какая-то такая свойская дружеская вот у меня тоже самые люди говорят как бы ну вот буквально немножко интерпретация ваших слов так более так вот красочных панов ну а вы тут с какой повесткой ну лечу людей от так скажем от укуса который произошел в основном на майдане укушенных много от щирости и сведомости я правильно да 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 и от демократии вообще что такое я просто очень я просто очень долго прожил в стране которая считается замком демократии вот но страна которая на три буквы вот 30 лет я там прожил поэтому мне тем более видно ху из ху ничего что по-английски да да поэтому естественно я так скажем поправляю иногда стараюсь вернее поправить направление мышления иногда получается иногда нет блогеры попадались матерые хохлядские конечно но не меня бояться а с кем общались интересно ой я еще и помню начиная с одесской хунты и понеслось дальше игорь вадимович да такой у нас полковник советской армии переобулся начитался какой-то там литературы непонятные и там со своей повесткой тут навяливает новую историю я понимаю что можно всякую херни начитаться но все-таки обычно люди образованные но имеют еще какое-то критическое мышление да но по-любому если человек упал с третьего этажа то его на двенадцатом вряд ли поймают а вот но почему у них вот это какая-то зашторенность это вообще мне удивляет просто а вам попадался вот этот вот такой манкурт очагов тв он сейчас в америке живет я почти его лично знаю да конечно он живет под сакраменто а я живу в лесах а я из лас-вегаса такая мразь я его прям но он мне вот но как-то попался даже разговаривать не стал я говорю мне твоя повестка неинтересно переключился но потом пожалел в принципе потому что ну надо было ему все-таки высказать а бесполезно он действительно просто мразь это раз вы правильно сказали во вторых он действительно это сам он живет как я сказал под сакраменто сакраменто это столица калифорнии и в свое время просто поверьте мне на слово я сакраменто был не знаю сколько раз сотни раз вот и там особенно скажем в процентном соотношении особенно самая большая наверное комьюнити вот именно украинцев причем таких странных которых я вообще в своей жизни не видел даже до того как все это началось это вообще что-то с чем-то поэтому как сказать он там герой еще вас хотел извините спросить такой александр хук четвертое измерение не знавали такого очень такой позитивный я пытался с ним я пытался с ним связаться но мы что-то как-то не связались я очень хорошо сдружился с бабичевым вот мы как-то это самое ну и мой канал russian если радио если что заходите и смотрите как у вас назвать канал russian юэсэй радио рашен юэсэй обязательно подпишусь прям после прям нашего с вами да если вдруг не найдете у меня запасной канал засада тв а там ссылочки уже в описании на все остальные каналы вот засада тв просто проще запомнить я очень удивлен что у нас почему-то в россии мало кто знает как написать рашен правильно но это это правда я даже когда был на каких-то но приглашениях нос если был приглашенный на какие-то эфиры тут даже ведущие не могли правильно сказать рашен или записать это мне так было удивительно но это так я не жалуюсь я просто говорю вот я полова куда приглашали на какие передачи а я начинаю я побывал много где даже то вагнера молодец да и на донбассе я тоже побывал так что все нормально я знаю о чем я говорю конкретно за то что но со своей повесткой такой позитивной патриотической знаете как говорится узнали врага изнутри карпа и спасибо вам не проблема я кстати очень часто людям говорю что надо четко разделять америку во первых америка это не только континент в ней есть несколько стран и они совсем разные и мало того и если говорить даже об соединенных штатах есть люди то есть американцы есть правительство есть корпорации и это все разные вещи нельзя все это перемешивать а скажите как вы думаете кто победит на выборах вы знаете поверьте мне почти всем американцам настолько астахерело все то что сейчас происходит в америке потому что за последние особенно скажем 4 года то что сейчас творится в америке все в ужасе вот просто все а вот я даже в кошмарном сне не мог себе представить что такое будет твориться вообще в америке что ненормальные ценности до захлестнут нормальные я даже не сказал что они станут чуть выше они просто захлестнули нормальные то есть понимаете что правительство вдруг упадет на на какие-то колени будет там целовать ботинки каким-то загорелым людям что блин нафиг какие то что в школах появится с восьми лет выбор мальчик или девочка что блин полиция не будет иметь право даже защищать многие полицейские не имеют право даже защищать себя если вдруг какие-то загорелые люди занимаются беспределом это такой-то ужас блин стоящим творится мало того процент инфляции просто сумасшедший и я конечно тех же американцев сам люблю как бы подкалывать до которые еще до сих пор нет это все ерунда игрушки если это все ерунда каким образом вы жалуетесь что вам не хватает денег даже дожить от зарплаты до зарплаты вам не хватает вы влезли в кредиты чтобы покрывать недостачу вашей зарплаты вот вам кобздец у вас скоро дом заберут и тому подобное но они все равно не хотят это признавать например как с украинцами знаете вот они понимают что херню какую-то сделали но не признаюсь вот на зло бабушки отморожу себе уши к сожалению такая же фигня и в америке наблюдается понимаете им говоришь как 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 вы считаете 6 процентов инфляции если у вас яйца с двух долларов подорожали в 10 ну как это 6 процентов ты дурак на не понимаешь понятно вот ну и так дальше и я все-таки отвечу на ваш вопрос извините мне кажется так скажем бывшего президента который уже был у нас президентом да я просто не хочу в эфире это говорить а вот просто тупо не пустят я после прошлых выборов четко понял что там беспредел у меня вообще не вот просто развеялись любые сомнения прекрасно понимал что все равно там карите свои игры и тому подобное но так как поступили прошлый раз вот именно когда выбирали байдена вот и его инаугурация это просто капец это это знаете как говорится смыли все какие-то здравые рамки поэтому они четко понимают что если они проиграют то по логике их надо не то что судить кто-то по тяжелому судить хуже чем фашистов и это для них критерий поэтому они пойдут на какой-то другой беспредел и скорее всего они опять победят ну поживем увидим посмотрим а скажите пожалуйста ваше лично ваше мнение как вы думаете такой стратегический ход должна сделать россия военно-политическое руководство чтобы скажем так политическое военно-политическое руководство с сша пришло в себя и поняла что надо как бы но надо договариваться или вообще как подавать заднюю я уверен что именно военная структура это и понимает я просто уверен в этом но понимаете какая штука военная именно структура она непосредственно зависит от каких-то корпораций корпорации именно больших корпораций я говорю про такие корпорации типа шеврон шелда которые в первую очередь были выкинуты из россии ведь это из-за этого все происходит многие как-то на эту сторону не думают а зря ведь все это только для того чтобы повлиять на россию чтобы опять россия прогнулась и опять сказала ну ладно ладно лезьте к нам и как говорится но пользуйтесь ресурсами это только из-за этого но многие почему-то так не думают то есть эта игра на самом деле гораздо туманнее и гораздо хитрее так вот эти корпорации непосредственно так как а именно они и финансируют военный бюджет и так дальше и так дальше и они имеют огромнейшее влияние принципе они и рулят я бы сказал армией вот и тут получается опять-таки конфликт интересов то есть армия прекрасно понимает что это идиотизм и глупость мало того если что они потеряют и опять-таки свое лицо да как допустим в афганистане вот а это соответственно и контрактники уйдут и бюджет потом на них будет меньше и так дальше и так дальше но есть корпорации которым желательно надо давить именно россию чтобы россия все-таки как бы прогнулась и все-таки как-то на пустила свои эти корпорации обратно в найти рынки ну то скажем на рынке сбыта раз а самое главное на рынке ресурсов это два и вот это вот именно то что сейчас там происходит если вы меня правильно поняли то вы меня поняли или не поняли и это разные вещи опять-таки как я говорю и вот от этого вся проблема и поэтому в принципе роль лидера если вот но придет здравый президент в америке да и который в первую очередь наведет порядок именно в америке а мне так хочется что в конце концов навели порядок то он в первую очередь будет заинтересован опять-таки в нормализации отношений с россией и для этого в принципе у россии тоже есть кузыри которые мы мы можем оперировать как говорится за столом переговоров мы всегда можем что-то им предложить в обмен на то чтобы они ушли с украины при этом сделав так чтобы они еще и сохранили свое лицо например вдруг сказав им что давайте как бы с какого-то момента после какого-то какой-нибудь ерунды все-таки как бы у вас опомнится люди и вы также как во время второй мировой войны ну когда была вторая мировая то есть это самое когда вы тоже помогали фашистам вот изначально а потом мы вместе их добили а тут так тоже же фашизм если на то пошло тут у нас и поклонение фашистским лидерам и так дальше и так дальше в америке многое чего не понимают но по-прежнему есть критерии вот именно фашизма да если они эту карту кинут то там народ это поддержит однозначно и под это дело в принципе поменяв как говорится информационное поле они очень красиво могут выйти из этого всего но тут две вещи соответственно тогда или нам придется делиться то есть и тогда разделит украину на сферы влияния а вот что в принципе нас тоже устроит ладно то это ну примерно получится как знаете там фрг и гдр но наверняка мы еще будем именно настаивать на на том чтобы ладно пускай это будет под вашим контролем но чтобы это было без ну как говорится с минимальным оружием да то есть и в нейтральном статусе ну да с офицированной тут будет тяжелее ну вот с точки зрения димитализовано да а мы соответственно допустим можем сказать хорошо мы вот допустим может быть там ведь с венесуэлой уступим или еще чего-нибудь то есть в принципе были там в африке чего-нибудь я думаю как бы есть чем нам сейчас оперировать просто при том при той власти которая сейчас именно сейчас да которая вот именно упёрта мне нафиг на во первых они наделали очень много ошибок да и они упёрлись соответственно вот именно что надо россию прогнуть вместо того чтобы договориться это проблема поэтому если это власть не сменится это тяжело будет и это может привести к большому конфликту к сожалению вот поэтому опять-таки какие сказал роль лидера в америке сыграет очень большую роль также как и у нас вспомните у нас когда-то был сталин и это была мощнейшая держава и тому подобное пришел хрущев дурачок власти и все покатилась к чертям собачьи в принципе то что мы сейчас видим это изначально из-за хрущева изначально да я уж молчу про последствия горбачева и ельцина этих козлов там горбачев ельцин так вообще надо он не знаю с могилы достать и обратно расстрелять и повесить это просто капец какой-то но опять-таки сожалению очень мало народа так думает особенно в украине у них сейчас вот эта планка упала вы на нас напали а вот недопонимая я вот пытаюсь людям именно достучаться из-за чего поймите но не бывает такого что кто-то пришел набил соседу морду просто так ну если сосед не совсем чокнутый там а вот то есть явно из-за чего-то но вот к сожалению у них вот это из-за чего-то вообще не включается а то что их разыграли еще из 90-е годы понял я когда попал в америку в 90-е годы я четко наблюдал как разваливают украину ведь именно там закрывали заводы распиливали пароходы пилили самолеты бомбардировщики те же да это особенно те же наши ту-160 и вот эти там подобные но они и в россии тоже корни пустили конечно тогда все мы попали в том-то и дело что надо четко понимать что когда развалили советский союз нам выдали анти советские флаги анти советские символики ведь была борьба с коммуняками якобы ну и все и понеслось но они четко понимали чтобы не дай боже советский союз опомнится или корица руководители какие-то опомнятся чтобы этого не случилось надо в первую очередь было развалить именно одну из самых развитых республик советского союза это была украина вы же помните они вышли у них была и армия и производства и все и все и все поэтому развалив это они уже четко понимали что теперь все теперь уже советского союза не будет ну хотя бы костяка снг или еще чего-нибудь поэтому нельзя и расслабились что в общем то но нам на руку и сыграла они нас не добили а я помню девяносто третий год когда теперь события после начала этого приняли совершенно необратимый оборот и я думаю в россии будет новая военная элита и пятую колонну мы зачистим все как говорится и но с утрем и всем и коллективному западу в общем очень хотелось бы в это верить просто вот это ельцинская братва я так назову да она к сожалению по-прежнему еще очень влиятельна совершенно верно это так называемая компраторская элита понимаете можете назвать можете конечно так назвать ну я сказал как есть потому что это именно оттуда а вы почему белоруссию выбрали как место жительства я здесь третий день на самом деле я я три дня в минске я просто обещал белорусам что я приеду в минск и сдержал свое обещание теперь я знаю что такое минск что такое белорусы и как они тут живут на самом деле и вообще у меня тоже моя блогерская деятельность была именно начата потому что я пытался тогда достучаться до белорусов именно в тот момент когда они начали вот тут как говорится этот майдан а у меня было очень много друзей с белоруссии только в америке и мне для того чтобы как-то вот эту нейтральную позицию объяснить так это самое чтобы кому-то вот это все кто особенно вдруг чеканулся мне пришлось вот заняться вот таким блогерством и показывать его вот смотрите какая дурость и как ни странно результат был но потом она пошла само собой я дальше продолжаю уже получается останавливаться поздно да и я так вижу не надо потому что одно дело что мы победим на фронтах а представляете сколько там промытых людей вот и хорошо если у человека все таки есть критическое мышление ему действительно можно объяснить но кроме этого всего понимаете как особенно у хохлов вот эта развитость вот это вот нет я не приму вот твоего твое объяснение даже если оно верное вот ему может будет показывать вот так вот четырехугольник это четыре угла тебе просто врали что это треугольник он все равно ну и что это ваш российский это самое четырехугольник четырьмя углами а у нас блин типа того что в украине четырехугольник 3 с тремя углами но какую-то глупость но это так вот так что подписывайтесь на канал а если захотите посмотреть как я шарюсь по белоруссии по минску и тому подобное там есть ссылочка на мой телеграм-канал засада тв там вы увидите как понял спасибо содержательный диалог здоровья удачи побольше содержательных диалогов и побольше позитива вам спасибо берегите и удачи вам счастлива пока доброго вот такой вот интересный человек ну во первых сами понимаете из россии у нас очень много интересных людей а вот которые переживают за все это а вот и за все то так или иначе ребят напишите комментарии жду ваши комментарии не только для себя но вот я читаю ваши комментарии для собеседника тоже конень комментарии оставьте вот ну и все кто поддерживает мой канал вам огромное огромное спасибо на сегодня все спасибо за понимание спасибо за внимание пока пока